Снегопаду, который этими днями укутал Могилевскую область, особенно рады аграрии. Говорят, он надежно укрыл поля с озимыми культурами, а их в структуре зерновых больше половины. Самая рентабельная культура – рапс. Аграрии надеются, что под таким снежным одеялом будущему урожаю комфортно. Жизнь под снегом наблюдала Юлиана Шлыкова. С первого взгляда и не скажешь, что на этом белоснежном поле растет главный урожай этого года – озимый рапс. В хозяйстве им засеяли 300 гектаров. Аграрии говорят, что под таким снежным покровом ему ничего не страшно. Высоту снежного покрова меряем вместе с главным агрономом хозяйства дужи в Качаусского района. Мария Михайловна такого снега на полях давно не припомнит. Мария Михайловна, сколько же у нас высота в этом году снега? 32 сантиметра. Даже местами больше. Зимой он прекрасно. Зелененький, хорошенький. А вот такая вот, это большая считается высота? Нет, это все небольшая. Есть до метра. Но если уже до метра, к весне может и вымокнуть. Не вымокнуть, а выприть. А так хорошая. Это значит, что растению не страшны сильные морозы. По отлостным слоям снега оно надежно защищено. Простым языком агрономов, сейчас растение крепко спит. Его рост остановился еще с первыми заморозками. У зиму рапс наш ушел. В состоянии покоя ушел 6-8 настоящих листов. Для перезимовки это самое нормальное состояние рапса. Когда он проснется? Ну, когда снег сойдет, потепление станет уже. Температура земли станет 5 градусов. Дабы убедиться, что растению ничего не угрожает и оно нормально переносит зиму, специалисты берут пробы. По ним и судят о состоянии культуры. Отбираем монолиты 15% от пассивной площади. Сейчас пробы находятся на отращивании. Можно сказать, что все культуры находятся в удовлетворительном состоянии. Сегодня интерес к рапсу достаточно высокий. Эта культура с огромным потенциалом и по своей рентабельности находится на первом месте. Им кормят животных, используют в пищевой промышленности. Урожайность озимого рапса, как правило, выше, чем ярового. Не менее привлекательна и его стоимость. Самая дорогая цена него. Он был 600-700 рублей. А пшеница была 300. Вот берите разницу. А уход почти такой же самый. Кстати, озимая пшеница также удачно прижилась на соседнем поле. Вот так выглядит будущий хлеб белорусов. Эта культура по своей рентабельности занимает второе место после рапса. Смотрите, какая красотка. Зелененькая. Как только что весной зашла. В данный момент, как и рапс по соседству, растение отдыхает. Пады зимней шубы ему ничего не угрожает. Единственное, чего опасаются аграрии, так это мартовских морозов. Отсутствие на полях снега в весенний период сможет негативно сказаться на урожае. Если никаких морозов не будет ничего, то будет урожай хороший. А если морозы пойдут, то будет главная точка роста при мерзне. И все. Потом пойдет по новой отрастане. Уже урожай, считайте, на 30% нет. Но аграрии верят в удачу и небесную канцелярию. Весной растение ждет подкормка, а к осени ожидают достойный урожай. В районе под урожай 2021 года посеяно 10 тысяч озимых зерновых и 3 тысячи озимого рапса. Зима благоприятная для этого года, поэтому мы надеемся получить очень хороший урожай озимых зерновых. Также мы увеличили площадь яровых зерновых. В структуре зернового клина области озимые занимают больше половины, почти 207 тысяч гектаров. В этом году на 20% увеличили и площадь рапса, а также расширили посевы озимого ячменя. Прошлогодний эксперимент показал, что на Могилевских полях быть и этой культуре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова